МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 В этом твоя ошибка, Иван. Что же касается того, что написано в Евангелии, то этого не происходило на самом деле никогда. Мы заказали тебе большую антилегиозную поэму. Ты эту поэму Иван написал, и очень короткий срок, но, к сожалению, совершенно нас ею не удовлетворил. Иисус у тебя получился, ну, совершенно как живой. Но хотя и не привлекающий к себе персонаж. Я же хочу доказать тебе, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете. Дайте нарзану. Нарзану нет. Пиво есть. Пиво привезут к вечеру. Ну, а что есть? Абрикосовое, только теплое. Ну, давайте, давайте, давайте. Абрикосовое, только теплое. Уф. Фу ты, черт. Ты знаешь, Иван, у меня сейчас анжирычный удар не сделался. Да что-то вроде галлюцинации было. Нет, пожалуй, пора все бросить, черт, и в Кисловодск. Уф. Ну, спродолжим. Я хочу указать тебе на древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, нигде ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. А то место в 15-й книге, в главе 44-й знаменитых тацитовых аналов, где говорится о казни Иисуса, есть ничто иное, как позднейшая поддельная ставка. Нет ни одной восточной религии, в которой, как правило, непорочная дева не призвала бы на свет Бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого, на самом деле, никогда не было в живых. Сядем? Вот на это нужно сделать главный упор. Я хочу указать тебе на древнеегипетского Азириса, благостного Бога, сына земли и неба, и на финикийского Фомуза, и на Мордука, ну и даже на менее известного грозного Бога Витцли-Пуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике. Немец. Англичанин. Видишь, и не жарко ему в перчатках. Ты, Иван, очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына Божия. Но соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов Божьих, как, например, фригийский ацтек. Коротко же говоря, ни один из них не рождался, и никого не было, в том числе Иисуса. И необходимо, чтобы ты, вместо того, чтобы описывать рождение или, скажем, приход волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении. А то получается, по твоему рассказу, что он действительно родился. Ну, согласись, действительно смешно. Не обижайся, но действительно так получается. Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что я... Разрешите мне присесть? Пожалуйста. Если я не ослышался, Фейс Волери говорит, что Иисуса не было на свете. Именно это я и говорил. А вы соглашались с вашим собеседником? На все сто. Изумительно. Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога. Клянусь, я никому не скажу. Да, мы не верим в Бога. И об этом можно говорить совершенно свободно. Позвольте вас поблагодарить от всей души. А за что это вы его благодарите? За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно. Но позвольте вас спросить, а как же быть с доказательствами бытия Божия? Кое-как известно, существует ровно пять. Ни одно из этих доказательств ровным счетом ничего не стоит. Ведь согласитесь, что в области разума никаких доказательств существования Бога нет и быть не может. Браво! Браво! Фи полностью повторили мысль беспокойного старика Эммануила по этому поводу. Но вот курьез. Он начисто разрушил все пять доказательств. А затем, словно в наспешку над самим собою, соорудил собственное, шестое доказательство. Но доказательство Канта так же неубедительно. Да взять бы этого Канта за такие доказательства! И года на три в лагеря! Иван! Именно! Именно! Ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда, за завтраком, вы, профессор, более ваше что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но более непонятно. Над вами потешаться будут. За завтраком Канту? Но отправить ее в лагеря невозможно. По той причине, что он уже слишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем в самые дальние лагеря. И извлечь его оттуда никоим образом нельзя. А жаль! И мне жаль. Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой? Да сам человека управляет! Виноват. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план. На некоторые более-менее приличный срок, но хотя бы лет на тысячу. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не может ручаться за свой собственный завтрашний день. И действительно, вообразите себе, что вы, например, начали управлять, распоряжаться и другими, и собою, вообще, так сказать, входить во вкус. И вдруг вот... Хе-хе, саркома легкого. Да, саркома. И вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме вашей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы, чуя неладное, бросаете к ученым врачам, затем к шарлатанам, бывает и к гадалкам. Как первое, так и второе, так и третье. Совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически. Тот, кто недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике. И окружающие, понимая, что от лежащего более толку нет никакого, сжигают его в печи. А бывает еще хуже. Только что соберется человек съездить в Кисловодск. Пустяковое, казалось бы, дело. Но и этого совершить не может. Потому что неизвестно, почему вдруг поскользнется и попадет под трамвай. Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? Ну... Все и хотите курить, как я вижу. Вы какие предпочитаете? А у вас разные, что ли, есть? Какие предпочитаете? Ну, нашу Марку. Наша Марка. Да, черт побери. Да. Да, человек смертен. С этим трудно спорить. Но дело в том, что... Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. Ну, это преувеличение. Сегодняшний вечер мне более-менее ясен. Ну, если, конечно, набронный мне на голову свалится кирпич... Кирпич никогда ни с того ни с сего на голову не свалится. В частности, вам он ни в коем случае не угрожает. Уверяю вас. Вы умрете другую смертью. Может, скажете, какой? Охотно. Раз, два. Меркурий во втором доме. Луна ушла. Вечер шесть. Семь несчастья. Вам отрежут голову. Кто? Враги? Интервент? Нет. Русская женщина. Комсомолка. Ну, это... Маловероятно. Прошу меня извинить, но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы собираетесь делать сегодня вечером, если это не секрет? Не секрет. Сейчас пойду к себе домой, на Садовую. А в десять часов вечера в Масолите, в Московской ассоциации литераторов, где имею честь быть председателем, назначено на десять часов заседание, и я буду на нем председательствовать. Нет. Этого быть никак не может. Почему? А потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится. Простите, а при чем здесь подсолнечное масло? И кто такая Аннушка? А подсолнечное масло здесь вот при чем. Вам приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в клинике для душевнобольных? Бывал, бывал. И не раз. Где только не бывал. Жаль только, я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что уже это вы сами узнаете у него, Иван Николаевич. А откуда вы знаете, как меня зовут? Помилуйте, Иван Николаевич. Кто же не знает поэта Ивана Бездомного? Я извиняюсь. Вы посидите здесь минутку. А мне нужно товарищу пару слов сказать. О, с удовольствием. Здесь так хорошо под липами. А я, кстати, никуда и не спешу. Вот что, Миша. Он никакой не интурист, он шпион. Это русский мигрант, перебравшийся к нам. Спрашиваем у него документы, а то уйдет. Ты думаешь? Уж ты мне поверь. Это он дурачком прикидывается, чтобы выспросить кое-что. Слышал, как он по-русски говорит? Идем задержим его. А то упустим. Извините меня, что я в пилу нашего спора собрел представить себе вам вот моя карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву на консультацию. Так, вы к нам в качестве консультанта приглашенный, профессор? Да, консультанта. Вы немец? Я то. Да, пожалуй, немец. А вы по какой специальности? Я специалист по черной магии. На тебе. И вас по этой специальности к нам пригласили? Да, по этой пригласили. Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского 10 века. Так вот, требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист. Вы историк. Я историк. Сегодня на патриарших будет интересная история. Имейте в виду, что Христос существовал. Видите ли, профессор, мы по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения. А не надо никаких точек зрения. Просто он существовал. И больше ничего. Но нужны же какие-то доказательства. И доказательств никаких не требуется. Все просто. В белом плаще с кровавым подбоем, с шаркающей кавалерийской походкой ранним утром 14-го числа весеннего месяца Ниссана вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи. Понтий Пилат. Подследственный из Галилеи? Да. К тетрарху дело посылали? Да, прокуратор. Что же он? Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синдриона направил на ваше утверждение. Приведите обвиняемого. Так это ты подговаривал народ разрушить Ершелоимский храм? Добрый человек, поверь мне. Это ты меня называешь добрым человеком? Кентуриона крысобоиха мне. Преступник называет меня добрым человеком. Выведите его отсюда на минуту и научите, как надо разговаривать со мной. Но не калечить. Римского прокуратора называть Егимон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня? Или ударить тебя? Я понял тебя, не бей меня. Имя. Моё? Моё мне известно. Иешуа. Прозвище есть? Гонозри. Откуда ты родом? Из города Гамалы. Кто ты по крови? Я точно не знаю. Я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец. Где живёшь постоянно? У меня нет постоянного жилища. Я путешествую из города в город. Это можно выразить, короче. Бродяга. Родные есть? Никого я один в мире. Знаешь ли, какой-либо язык, кроме арамейского? Знаю. Греческий. Так это ты подговаривал народ разрушить Ершилаимский храм? Я дум... Я, Егимон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие. Множество всяких людей стекается в Ершилаим к празднику. Маги, чародеи, волшебники попадаются и лгуны. И ты, например, лгун. Записано ясно. Подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди. Эти добрые люди, Егимон, ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что эта путница будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Перестань притворяться сумасшедшим. За тобой записано достаточно, чтобы тебя повесить. Нет-нет, Егимон ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решить ли ничего из того, что там написано, я не говорил. Я его умолял, сожги ты, ради бога, свой пергамент. А он выхватил у меня его из рук и убежал. Кто такой? Левий Матвей, он был сборщиком податей. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно, даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой. Я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово. Однако, послушав меня, он стал смягчаться. Наконец, он бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мной путешествовать. Сборщик податей, вы слышите? Бросил деньги на дорогу. Да. Он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны и с тех пор он стал моим спутником. Левий Матвей? Да, Левий Матвей. А вот что ты все-таки говорил про храм в толпе на базарии? Я сказал, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятней. Зачем же ты, бродяга, смущал народ, рассказывая на базаре об истине, о которой ты представления не имеешь? Что такое истина? Истина, прежде всего, в том, что у тебя болит голова и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь, и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся. Голова пройдет. Ну вот все и кончилось. И я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, Егимон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну, хотя бы в садах на Ильонской горе. Гроза начнется позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, и я с удовольствием сопровождал бы тебя. У меня появились в голове кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными. И я охотно поделился бы ими с тобою. Тем более, что ты производишь впечатление очень умного человека. Мне кажется, что ты слишком замкнут. Я окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, всю свою привязанность поместить в собаку. Твоя жизнь скудная, Егимон. Развяжите ему руки. Как ты узнал, что я хотел позвать собаку? Это очень просто. Ты водил рукой по воздуху, как будто хотел погладить. И губы. Сознайся. Ты великий врач? Нет, прокуратор, я не врач. Ну, хорошо. Если хочешь держать это втайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить или поджечь, или другим иным способом уничтожить храм. Я Егимон никого не подговаривал к подобным действиям. Повторяю. Разве я похож на слабоумного? О да, ты не похож на слабоумного. Так поклянись, что этого не было. Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? Ну, хотя бы жизнью своей. Ею клясться самое время. Так как она висит на волоске, помни это. Хм, не думаешь ли ты, что ты ее подвесил? Егимон, если это так, ты очень ошибаешься. Но я могу перерезать этот волосок. И в этом ты ошибаешься. Согласись, что перерезать волосок уж, наверное, может лишь тот, кто подвесил. Теперь я не сомневаюсь, что праздные зеваки ходили за тобой в Виршалоиме по пятам. Я не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи, верно ли, что ты явился в Виршалоим через сузские ворота, верхом на осле и сопровождаемой толпой черни, кричавшей тебе приветствия, как некоему пророку? У меня и ослата никакого нет. Пришел я в Виршалоим точно через сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного левия Матвея. И никто мне ничего не кричал, так как никто меня в Виршалоим тогда еще не знал. А не знаешь ли ты таких Дисмоса, Гестаса и Варравана? Нет. Этих добрых людей я не знаю. Скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь? Всех. Злых людей нет на свете. И ты проповедуешь это? Да. А вот, например, Кентурион Марк. Его прозвали Крысобоем. Он что, тоже добрый человек? Да. Но он, правда, несчастливый человек. С тех пор, как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил. Добрые люди. Они кидались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок. Если бы не врубил из фланга кавалерийская турма, а командовал ею я, тебе бы, философ, не пришлось разговаривать с Крысобоем. Если бы с ним поговорить, я уверен, он резко изменился бы. Но этого не случится, к общему счастью. И первым, кто об этом позаботится, буду я. Пиши. Егемон разобрал дело Ешева по кличке Ганоцари. И состава преступления в нем не нашел. Ввиду этого, решение Малого Синедриона о смертной казни Ганоцари прокуратор не утверждает. Но, учитывая то, что безумные утопические речи Ганоцари могут вызвать волнение в Ершалаиме, прокуратор удаляет Ешева из Ершалаима и подвергает его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море. То есть, именно там, где находится резиденция прокуратора. Все о нем? Нет, к сожалению. Закон об оскорблении Величества. Разрешено применять высшую меру наказания во всякий день, включая и праздники. С обвиняемыми по этому закону осуждаются их дети. В отдельных случаях и дети детей. Родственникам казненных запрещено их оплакивать. Слушай, Ганоцари, ты когда-либо говорил что-нибудь о Великом Кесаре? Правду говорить легко и приятно. Мне не важно знать, приятно или неприятно тебе говорить правду. Тебе придется ее говорить. Но говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти. Итак, отвечай. Знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа? И что именно говорил ты ему, если говорил о Кесаре? Дело было так. Позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в нижнем городе и угостил. Добрый человек. Очень добрый и любознательный человек. Он выказал величайший интерес к моим мыслям. Принял меня весьма радушно. Светильники зажег. Да. Он попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал. И что же ты сказал? Или ты ответишь, что забыл, что ты говорил? В числе прочего я сказал, что всякая власть является насилием над людьми. И что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истинной справедливости, где вообще не будет надобно никакая власть. Далее. Далее ничего не было. Тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму. На свете не было. Нет. И не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия. И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней. Вывести конвой с балкона. Оставьте меня с преступником наедине. Здесь государственное дело. Я вижу, Игимон, что свершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей Искериафа. У меня, Игимон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье. И мне его очень жаль. Я думаю, что есть еще кое-кто на свете, кого бы тебе следовало пожалеть более, чем Иуду Искериафа. Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач. Люди, которые, как я вижу, тебя били за твои проповеди. Разбойники Дисмоса Гестас, убивший со своими пристами четырех солдат и, наконец, грязный предатель Иуда. Все они добрые люди? Да. И настанет царство истины. Настанет, Игимон. Оно никогда не настанет. Преступник, преступник, преступник! Ешел Гоноцарь, веришь ли ты в каких-нибудь богов? Бог один, в него я верю. Так помолись ему, покрепче помолись. А, впрочем, это не поможет. Ненавистный город. Если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудой и с Кириафа, право, это было бы лучше. А ты бы отпустил меня, Игимон. Я вижу, что меня хотят убить. Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю! И слушай меня. Если с этой минуты ты произнесешь хотя бы одно слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня. Я повторяю тебе, берегись! Игимон! Молчать! Ко мне! Я утверждаю смертный приговор Иешуа Ганоцари. Пригласите начальника тайной службы, а после него президента Синедриона, первосвященника иудейского Иосифа Калифа. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok